добрый день дорогие друзья в студии московской правда известный автоисполнитель андрей алексин это все сказано андрюш вот очень часто бывает так что песни которые нравятся больше автору не всегда нравятся аудитории и песни которые вроде бы казалось написаны левой рукой как бы это авторы да они получают миллионные популярности людей как так вот в чем парадокс как так получается что вот у меня как раз как раз и кант вкладывается во что-то одно а результат получается от другого как раз со многими песнями именно так это получилось то что когда написал тебе кажется вот эту песню то она должна выстрелить она такая как но на взгляд автора автора шедевральная на самом деле она может быть слишком очень заумно слишком музыкальная и слишком сложная для восприятия да а есть песни которые вообще не собирался там сделали какой-то там левой ногой и даже не для себя и вдруг вот именно она становится там бы она вот выстреливает ее больше всего просит исполнять и у меня у меня практически все что стало такими большими хитами было именно вот так на на что ставка делалось я просто из своей практике когда выступал на сцене то же самое было то есть была очень красиво медленная песня она получила гран-при в зеленой горе как авто ну то есть исполняли полячка исполняла но моя песня я думаю вот ну это вот то что я вложился красивые аккорды там подпевки спел все на концертах уходил аж тут же ну хлопаю да пою песню последний трамвай народ встает песни ни о чем но отбери никакая вот дальше парадокс андрюш хорошо первая песня которая на твой взгляд совпало твое желание и твое умение вместе со зрительской симпатии то есть то что ты почувствовал вот это понравится людям и оно получилось хотя бы одну из этих песен помнишь ну наверное острова страшная была вот как-то но кстати когда я написал я не думал что она но я думал то что она такая как бы проходящая песня вот а когда ее начали уже делать и там все все нашли музыканты на студии отмечать что именно вот эта вот песня я тоже так задумался думаю да ладно получилось получилось совпало неужели вот она там да вот там такой прям без вариантов такой вариант и страшно и накрашенный страшно и накрашенный без шанса это хорошо когда без шанса да слушай а вот ты же знаешь что бывает такое отдаешь одному исполнителю да и вроде пошло да то есть какая-то серия песен удачных пошла вот в одной струе каким-то одним настроением и вдруг песня не выстреливает именно в исполнении одного человека потом ты ее даешь другому и она оживает хотя ну вот я просто пример помню все время привожу его первая песня айсберг николаева исполняла как человеку угадать автору тебе в исполнителе когда ты отдаешь песню вот это точно попадание а это вот было живишь ситуация хотя ольга зарубина классная певица но в ее но не прозвучало она спела по-другому она пела не так как бугачёв она спела по-своему здорово спела но никакого отклика зрителей вот как угадать с исполнителем в данной ситуации автору но я думаю это вот это самая сложная задача потому что и и самое главное что зная сейчас когда выстреливает как эта песня и и ты думаешь что вот вот она сейчас точно то она для лепса она ему подойдет и ты думаешь вот он как он спорит он эти песни пил когда-то он уже ушел он уже хочется поменять а тебе кажется вот ему сейчас надо вот это его стиль ему надо вот такую и мне кстати очень много другие авторы посылают песен катандрюх ты вот их знаешь там передавал киркору лепса да да им да им кажется что то ли что по этой песни кафану там тот же рево скажет вот вот для него вот это вот они не знают что он вообще уже давно не хочет такие петь и не хочет такие исполнить песни может быть у него когда-то там один раз такая получилась им кажется что он перед всю жизнь должен вот идет воду на юридорида петь и там допустим вот тот же киркоров например он сейчас ушел на такие более модные какие-то варианты а раньше было много такого переточного все кстати к себе к этому очень хотел слушай он же заканчивал самое в отделение в гнейсинской это вообще у конек и он вообще артист музыкальной комедии ну как ну конечно и вот люди шлют это все им кажется вот сейчас мы ему отдадим он сейчас сто процентов ему они вот скажем он вообще даже внимание обращает да какой может быть то есть это совсем уже не для меня и также и также лепс он допустим пел он когда-то там они были не успешные но сейчас он точно ушел совсем другой стиль уже давно такие песни поет а людям все кажется что он будет классный исполнитель вот она у него прям сто процентов точно хорошо получится а как автор угадать то есть не угадать а вот идти в ногу со временем хотя знаешь что у тебя есть ряд песен которые уже проверены да то есть и временем и зрителями и симпатии зрителей и исполнителям и ты хочешь в догон то есть продолжаешь серию песен а те говорят андрюш я хочу петь другое как перестраиваться автору в данном случае андрея алексина не но я слава богу у меня получается в разных стилях работать и в основном меня ставят задачу я вот то есть вот так да получается на заказ анри пишь в основном ухты в основном в основном я думал о тебе от души нет 80 даже 90 процентов песен все сделано вот именно так вот ставить задачу там сделать примерно вот так вот так там слушай мне кажется очень сложно когда на заказ писать вот мне кажется проще когда ты ты сделал какую-то песню и и потом бегаешь не знаешь куда там пристроить да слушай а вот ну все любят и знают я например первый тебя увидел на телеэкране в программе уральских пельменей потому что за парень что поет хорошо вопрос ты же наверняка начинал свою карьеру автор исполнителя тире а все-таки исполнитель больше степени да у тебя же хороший голос когда пришел момент осознание что возможно отдавать свои песни другим и это будет не худший а может быть даже лучший вариант но это все началось того что начали просить даже какие-то дни не другие песни специально написано нет а стали просить вот эти которые 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 я уже да я же говорю вот как бы на многие из них кстати перепели люди уже другие да 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 сделали их там как по-своему да вот и и после этого началось начались такие заказа могут и для нас например что-то написать вот они послушали какие-то мои вещи а могут и вот написать ты пишешь что-нибудь мог вот сделать какую-то песенку и я как раз потихонечку потихонечку так вот дам девочкам мальчикам разным исполнителям начал начал делать какие-то ну а почему сам-то стал меньше выступать я выступаю очень много наоборот до сих пор я наоборот именно все что чем я занимаюсь я именно выступаю а а все таки я как раз как раз я как раз мало очень пишу а очень много выступаю у меня такое ощущение что твои песни везде вот куда не откроешь везде информационное поле обязательно либо страшные либо алкоголички так далее сама вот ты как автор выходишь и знаешь что например да рево там твой приятный кость чербини был первым исполнителем вот поет куча народу поют твоих песни да и ты выходишь автор реакция людей первое не ну сейчас у меня это я раньше когда я начал только музыкальную карьеру именно уже как андрей алексин я пел пел только вот свой репертуар который там записала который был известен только моем исполнении только для как бы тех людей которые моего творчества нравилось то сейчас я уже стал такой уже автор исполнитель и многие для многих ли это откровение что это я оказывается написал вот я говорю такие прям нифига себе да ладно вот и получается что человек выходит ага да ладно это разве это твоя песня это было серёжа трофимов такая история очень похожа я кстати тоже о нем подумал очень похожа история у него было вообще интересное мы с ним начинали работать вместе ездил с мира с миражом в программе а друг его саша букреев вот талантливый парень давайте в программу возьмем чё за парень выходит серёга у него такие вот волосы были шикарная прическа где серёга твоя прическа сейчас но выходит с гитары и какая-то компания у нас на танцевальная программа у меня танцевальные четыре песни мираж значит потом была группа маленький принц все колесо все в одном режиме значит весь зал он ходит серёга и на 7 минут композиции апокалипсис весь народ засыпает приходит он ко мне на эфир и то же самое три композиции одно вот какое-то медиум пространство а пока вот то есть все как хочет генезис понимаешь в то время а потом я не знаю что там у серёжа случилось главе и он переключился на песни боже какой и совсем другая и пошло и по и вот как вот где почему осознание происходит когда-то не когда ему 20 лет а гораздо больше но как ты думаешь но просто я тоже помню по молодости мне казалось что наоборот надо вот народ за собой вести там не не идти на поводу у них а наоборот делать какие-то вещи и ты понимаешь что это вообще нафиг никому не нужно вот и ты там умничаешь какие-то заумные тексты какие-то аржировки там музыкальность какую-то показываешь и это вообще не идет как эта простая песня легенький легкий текст простой зато быстро запоминающийся и он и он и он на самом деле очень очень хорошо ну во-первых тут еще второй вариант он начинает кормить вот немаловажно кстати это это самое важное когда человек понимает что во-первых во-первых он нащупал что действительно нужно людям то что от него ждут и во-вторых это начинает ему давать средства он может дома же себе построить машину там что-то квартиру купить не думать о завтрашнем дне вообще а можно всегда сидеть там думать какой же я гениальный там сидит там кучу песен писать стол там вот один только поешь для себя и для си для своих близких да спел ну это конечно хорошо да молодец молодец андрюха молодец давай да ой какие никому не вот говоря о том все таки сейчас ты дифференцируешь вот песни я имею ввиду те которые ты поешь и те песни которые поют другие вот в концерте концепция какая то есть ты разбавляешься теми песнями которые поют допустим ревы и так далее или и там гриша как вот мне интересно сама вот концепция внутри кассе но дело дело в том что я давно уже это понял что люди готовы слышать только хиты вот особенно а если касается каких-то танцевальных залов где люди танцуют там только хиты идут и там любая новая как эта песня которую они например не слышали ну то есть песни как правило это всегда очень плохо заходит все увы к сожалению да это все народ не готов тем более на на громкой аппарат там где-то это всегда можно где-то послушать тихо там чтобы человек въехал на больших колонках когда люди там отдыхают они не готов не готов воспринимать что-то новое это всегда я даже когда хожу на концерты каких-то звезд зарубежных например которые приезжали там там воспринимаются только хиты вот когда они поют хиты все что там вот типа давайте сейчас мало там с нового новой песни все вообще просто расходится в туалет в этот момент ходит еще что то есть воспринимается только хиты я я понимаю что надо петь только известные какие-то вещи пусть даже не те которые я исполнял сам но я их написал как автор получается я вот вроде как в роли композитора вроде автора исполнителя то есть свои же песни поют как и я просто говорю что сейчас вы услышите в авторской версии например и как да хотя я их исполняю по те же от минуса например не 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 свои какие-то варианты а по те варианты как в каких они известны но тоже тоже там киркоровский рево это все остальное там так как они привыкли к ним там все-таки в их варианте да да потому что любые отходы это уже сто процентов это проверено я просто это знаю я причем человек который там 13 лет проработал в ресторанах я знаю что любые отходы вот от оригинального какого-то варианта к которому человек привык ты тебе кажется что его сделал лучше он нет я тоже кабаке пел когда студентом был вот как мы слушали юрия антонова у него же студия там своя прекрасная все и он все свои песни все там миллион раз передел его повторить и каждый раз это все хуже и хуже получается потому что тогда вот когда они были сделаны первый раз с тараксом все это лучшие варианты вообще там музыканты какие-то аранжировки бы сейчас у него конечно появилась там жуткая аппаратура все это но это все получается как все хуже и хуже то есть там уже дудки какие-то играть такие там перкуссии там они все это очень дорого очень пафосно но теряется все вот вещь вещь вот этот кач который был вот это настроение все она уходит и идите более люди они привыкли к тем вариантам но это да и когда ты ее исполняешь тебе кажется вот я сейчас примоднил она там прямо классно звучит нет а зачем тогда вот скажи пожалуйста андрей очень часто люди делают ремиксы именно старается осовременить осовременить то есть более танцевальный 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 смысл очень редко когда это получается хорошо вот его зачем они пытаются примодниться протяжении многих лет многие исполнители особенно в поп музыки да в такой танцевальный обязательно делать ремикс причем вот только записал песню через два месяца пускай 3 микс зачем дай ты аудитории привыкнуть к этой ты раскрутил нет давай еще давай еще вот следующий вариант там еще на 12 минут больше не понимаю они потому что считают что она она не пошла значит наверное что там не так в аранжировке много денег положили надо надо что-то еще там наверное попробовать да она поэтому не идет там андрюш а вот все силы бросать на раскрутку но многие же люди сразу там берут и по несколько песен одновременно начали до раскручивать и это сам большая ошибка потому что так вот делать нельзя ни в коем случае надо только в одну точку бить вот это пусть сделал какую-то песню ты считаешь что она вот классная на хитовый это должен только и и вот там допустим целый год только ее ходить исполнить если ты ее запустил она вдруг вот тебе кажется мне привезла такого прямо разорванного успеха надо надо вторую сейчас сделаем еще полу и все и получается вот все как-то прошло все все песни мимо винегрет скажи просто а вот по поводу аранжировок возвращаясь за караксу их первым первым какое участие ты принимаешь непосредственно вот когда пишут не не тип не себе пищу до песню допустим пишешь гриши допустим пишешь реви вот аранжировки ты принимаешь участие ну так скажешь скажешь ребята это когда когда как бывает по-разному там вот вариант допустим скажем вот тоже алкоголичка она же она практически такая же как и была они даже трекинг попросили там очень несущественно было поменено или просто страшно на полтона подняли ну понятно а вообще взяли оригинальные три секретики треки там все то что какая она и была на принципе не очень сильно отличается даже от оригинального варианта а страшно а страшно смотри какой вариант и вот видишь я говорю вот понимаешь получается в каком варианте ты принимал участие в каком то есть вот опять же понимаешь сначала она изначально была записана вообще в живом варианте такая гитары гитарная живо да 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 вот именно стрельнула она в стиле руки вверх потому что мы в то время в руки вверх находились и в это тренджировки ну как бы ну прямое участие принимал вот и она была так сделана более более танцевальная потому что была такая вот разухабистая такая гитарная хулиганская а это было сделано уже чисто такие такие руки вверх причем это было прям на базе руки вверх сделано то есть на всех этих этих плагинах на всех этих лупах там ничего уже придумывать не надо просто вставили одежда уже есть человеку такая заготовка конечно на все песни там только меняешь гармонию там все практически на этих же инструментах с этим звуком а я помню тоже в одни в одной тадали писали жуков но там несколько песен можно было петь на одни и те же я хотел сказать они так и писали на серийные такой пирожки одинаковые а вот бывает такое андрюшка поешь 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 ну а ну это все надоем вот эту петь одни и те же песни что-то хочется другого нет 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 это не бывает хорошо может быть от того что вот я человек все-таки там очень большое количество лет проработал в ресторанах и там не то что там там приходилось за вечер там одну и ту же песню можно было петь там 20 раз вот вот это не только там раз в день например или там на концерте а в день несколько раз можно было петь знакомая история у нас заставили ну попросили положили пара с барабайчику он пел 12 раз белфаст а дивак стоял около колонок и считал раз причем полностью четыре куплета более там уже четыре раза посадишь вот такие но не знаю для чего нет такого что какая-то песня меня так вот прям от раздражало чтобы я помню это не хочу прям ее и петь на 12 раз вообще к этому толерантность то есть нет у меня такой песни типа ну все не могу я ее больше исполнять больше никогда не буду петь мне нет нет такого нету его и вообще не только вот моих вообще вот песен каких-то таких чтобы меня мне примут они там очень так не нравились а скажи пожалуйста вот когда ты знаешь аудиторию которые перед которой будешь выступать ты меняешь репертуар своих или все-таки вот есть у тебя определенный такой джентльменский набор песен с которым ты всегда знаешь что это выигрыш я сейчас работаю с айпада ставлю прям возле себя возле микрофона и абсолютно не знаю как будет построена программа но я знаю с чего я например могу начать а все дальше я смотрю просто по зрителям потому что я знаю когда артистам примет у них там скажем идет концерт 40 минут они пишут программы себе ну да девять песен 40 минут и все и вот допустим песни не заходят но ты же все они они поют и они поют они поют они заходят я так как я с инструментом я могу даже остановить. А, понятно. То есть я могу выкрутиться так, что я могу ее остановить и тут же... Потому что там моментально нажатие, да. Пошла другая. Да, и пошла другая. Но я понимаю, что если я сейчас просажу, вот эта песня, я вижу, она не заходит. Если я ее просажу, а это у меня написан список еще, то есть мне зашла эта, вторая еще хуже. Все вообще просто ушли, ты их обратно, я не знаю, чем их можно обратно собрать. То есть это такой идет просад, они начинают уходить, они начинают на улицу выходить. У меня такого не бывает. я, если делаю, я просто их держу. Вот они просто стоят. Ну ты же знаешь, какие у тебя ударные песни. Это очень важно. Если люди разошлись, обратно их собрать... Невозможно. Они могут там уйти в туалет, пойти на улицу курить, или еще что-то там в бар пойдут. Что вот если они вот расходятся, если вот просто в неправильный момент написаны песни, а когда у тебя лежит программа, ты ее же практически поменять не можешь, она у тебя вот написана. Ну да, понятно. Там лежит перед тобой лист, там вот эти девять песен. Или как кондуит, помнишь? В кабаке кондуит стоит. Иногда вот артисты, которых не особо помнят, не особо знают, кто это такие, начинают самый главный хит там исполнять в самом конце. Это такая нереальная ошибка. Им кажется сейчас, они просто всю программу мимо делают, и когда уже доходят до этой песни, то практически уже никого нету. То есть надо вообще людям заявить, кто ты, что тебя не особо помнят, не особо знают, а таких артистов очень много. Тут надо сразу заявиться с хита, во-первых. Его даже в конце концов можно два раза спеть. Конечно. Но если ты начинаешь долбить вообще какие-то совершенно непонятные, неизвестные вещи, никто не знает, кто ты, никто не знает, что это за песни. И потом ты вот до этой самой главной своей песни дотянешься. И поедешь ее в конце, там уже бывает так, что некому петь. Это я помню историю с покойным Женькой Пилаусом, моим другом. У него же было в свое время всего четыре песни. Он девочку мою «Синеглазо» пел три раза. В начале, в середине и в конце. И то же самое потом «Ночное такси». Там два раза спел. И получалась программа шесть песен. И это вполне нормально. Всего было четыре. И это нормально. Народ, стадион. Я могу сказать точно, что люди готовы лучше по три раза спеть вот этот хит, чем ты их будешь грузить. Допустим, вот ты спел, у тебя, допустим, есть два хита. Ты вот спел вот эти два хита, и потом там начинаешь дупасть какую-то вообще там просто нереальные какие-то непонятные песни, которые вообще просто... Никому не нужны. Они с большей радостью повторяют еще раз там, типа, давай еще так. И лучше еще раз танцуют эти же самые треки, чем будут танцевать какие-то проходящие песни, какие-то не очень удачные. Такие, они, в принципе, у всех же есть такие. Конечно, абсолютно. Чтоб наполнить программу. Конечно, конечно. И поэтому вот я в своей программе сейчас исполняю те песни, которые, в принципе, все знают. Пусть я их, не я их пою, но я их, например, написал, поэтому я их как автор могу тоже исполнять. Ну, естественно. И поэтому, ну, зато эти песни, все хиты, например, и от этого получается хорошая, классная программа. Нежели бы я там... Я понимаю, что, допустим, эта аудитория, куда я приехал, они вот каких-то песен моих не знают. Ну, укажут, там есть какие-то артисты, и там любят, там... Ну да, что-то Гришу, я знаю. Я там из кого-то, например, там слышал там одну-две песни, и все, а у Лилии там 20 альбомов, например. Я же ничего из этого не знаю, из этих 20 альбомов. Вестественно. А кто вот их фанаты, кто их любители, их творчество, они все эти песни знают, конечно. Вот. А я, например, знаю одну. И мне кажется, вот у человека там одна какая-то песня, а у них там миллион этих песен. Понятно. И поэтому, когда я понимаю, что вот эти люди, они не знают всего там, вот такого тонкого репортара, например, лучше спеть вот эти песни, которые им точно известны. Слушай, а вот такой вопрос, нескромный. А были случаи, когда тебе говорят, слушай, Андрюш, вот нужна песня такого, ты говоришь, нет, я вам писать не буду. Ну, кому-то отказывал? Было именно по своим каких-то. Даже бывает на человеческом факторе. Не нравится человек на физиологическом? Я так не отказываю, я просто съезжаю. А как съезжаю? С квартиры съезжаю. Нет, я просто забиваю. Нет, Андрей, вот тебе звонит и говорит, ну, неважно кто, да? Я говорю, Андрей, вот сколько возьмете за песню, ну, вот мне нужно вот к такому-то. Ну, я такой, да-да-да-да-да-да-да. Как электричка, да-да-да-да-да-да. Ну, то есть, я говорю, ладно, хорошо там, да, и так как-то, и само по себе. Вообще, вот, я всегда, как правило, рассасывалась там. Да? Ну, не было такого. Не сделал, не сделал. А, вот так, забывалось, да? Да, и как-то съехалось, и все, прошло. То есть, я так прямо не говорю, нет, вот я не стану, там, нет, не возьмусь. То есть, я говорю, ладно, ладно, там, хорошо. И так вот как-то. А бывало такое, что вот даешь песню, и чувствуешь, что этот исполнитель, ну, не выдаст на все сто, на твой взгляд, закладываемое в песне? Было такое? Да, 80% вообще практически. Опа. Так, и как быть? Разочарование, Андрей. А внутри, а как бы подсказать деликатно, если это еще и твой друг? Я не буду называть имена, фамилии, пароль, ревки. Дело в том, что практика показала, что песня, это само по себе уже самодостаточное произведение. Она никуда не девается. В конце концов, ее может все-таки потом спеть другой исполнитель. Практически все песни, которые стали хитами, они все были написаны... Не для тех людей, которые первыми были исполнителями. Да, да. Это вот как правило. По крайней мере, то, что было со мной. И когда они попадали каким-то во вторые руки, а то и в третьи руки, к другим исполнителям, вот они после этого только становились хитами. И такого очень много раз. Я понимаю, что я создал продукт, он уже, в принципе, не пропадет. Эта песня, она уже есть. Она сочнена, и, в принципе, если за нее возьмется другой человек какой-то, он ее может спеть и поднять. С ней ничего не случится. А, ну вот, все-таки, понимаешь, если ты уже изначально чувствуешь, что на записи песни понимаешь, что это не он. Но я-то знаю, что песня-то есть. А песня, да. А как сказать исполнителю, который... Они сами потом понимают. Они сначала делают, записывают, потом они понимают, что она не пошла, что не имеет того успеха, который они там и ожидали. Они к ней тоже остывают. И про нее вообще и забывают. И как-то переключаются на что-то другое. А песня остается. И песню можно, в принципе, отдать какому-то другому человеку на исполнение. Вот и все. Скажи, пожалуйста, и вот последний вопрос в заключении нашей беседы. Хотел бы ты... Вот я ни разу тебя не видел в наших замечательных телевизионных престижных шоу. Я имею в виду в качестве судьи, рефери, который дает умные и ценные указания нашим молодым и не очень молодым исполнителям. Почему? Ты сам отказываешься или тебе не предлагаю? Ну, я вообще очень не люблю в жюри сидеть. Это просто... Я всегда отказываюсь. Я говорю, давайте я лучше просто приду, там, песню спою какую-нибудь. А почему? Там гостем каким-то. Ну, потому что я, во-первых, не люблю очень судить, выбирать из кого-то. Это обязательно... Ты какого-то человека обязательно обижаешь. Вот ты уже сам по себе ты идешь на какой-то конфликт. Вот люди на тебя начинают обижаться из-за того, что ты кого-то посписал, кого-то принизил. Это вот... Я считаю, что... Зачем мне это, во-первых, нужно? Вот просто лично мне. С кем-то ссориться, наживать себе каких-то врагов. Потому что по-любому люди обидятся, скажут, козел там... Они же сам никогда не поймут. Понятно. И то, что ты будешь ему говорить... Бесполезно, конечно. Это будет обида. Это будет обида 100%. Только всего. И абсолютно... И мое мнение... Я начну говорить, да вот вам надо вот то... Мэтр сидит. Вы знаете, вам вот здесь наверху что-то не хватило. Вот здесь вы не дожали, да? Да. Особенно сейчас, как вот была там программа на интервете «Суперстар». Там вот люди, которые... Я вообще про это не говорила. Собирали стадионы. И вот сейчас какие-то новые там, и начинают их учить. Вот вам что-то вы тут не дотянули. Здесь вот что-то не дали там эмоции. Здесь вот вы... Я думаю, блин, да. Вот я представляю, что они ощущают, вот эти люди, которые там действительно мэтры, которых миллион людей любят, помнят. И им сейчас кто-то сидит там, дает совет, какая-то певичка, которую там, может, один хит там записала, современный. И вот она сидит там, учит этих вот людей. А вот тогда объясни мне позицию людей. Я вот, например, очень уважаю Анатолия Алешина. Один из лучших там. Мой друг. И мой тоже самое. Я не стал ему задать вопрос, сказать, зачем ты пошел туда, Алё, Толя, ну зачем? Ты человек состоявший, тебя все помнят и знают. Понимаешь? И приходят там, сидят в жюри. Да, кто вы такие, чтобы оценивать человека, которого... Ну, я говорю, кто вот из них может научить и подсказать Анатолию Алешину? Ну, смешно. Вот кто им сейчас, вот ему даст какие-то советы вот из них? Вот какие-то профессиональные советы ему? Объясни мне, зачем Толя пошел? Я понимаю, он говорит, ну мне нужно для того, чтобы меня снова вспомнили. Но он с другой стороны должен понимать, осознавать, что он подпи... Так, это минное поле. Это вспомнили со знаком минус, я считаю. Я говорю, это минное поле, на котором точно наступишь. Это точно со знаком минус. Потому что он культовый человек, абсолютно легендарный. Конечно. Причем, я считаю, что это даже унизительно, что вот такие вот люди, которые там сидят в жюри, они ему там пытаются его судить, к нему там поворачиваться или не поворачиваться, там ему что-то говорить. Но знаете, там вот вы там... Я думаю, блин, да вы там не стоите. Вот такой Андрей Алексин. Откровенный получился разговор. Спасибо вам за встречу. Надеюсь, не последний раз. С удовольствием. И не последний раз мы услышим новых, интересных, незабываемых песен в исполнении и Андрея, и тех, кто поет его песни. Удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...